Добрый день, коллеги! Я всех приветствую. Меня зовут Илья Рудь. Я IT-специалист, который работает с продуктами Microsoft, ну, порядка, уже больше 20 лет, я бы так сказал. И сегодня мы поговорим про то, как внедрить Exchange за 60 секунд. Немного предыстории. Буквально пару недель назад обратился один человек и сказал, что у него проблемы с Exchange сервером, он не работает так, как нужно, и предложил посмотреть. В рамках беглого осмотра я выяснил следующее, что почтовая система была установлена на Hyper-V сервере. Я имею в виду ту редакцию, которая была создана для запуска исключительно Hyper-V, и остальные роли на ней устанавливаться в принципе не должны. Операционная система пережила ряд так называемых твиков, там было все изменено. Ну, знаете, вот эти продукты, которые там пункт меню меняют и все прочее. Там беглый осмотр показал, что на сервере абсолютно не соблюдались стандартные требования, которые нужны для развертывания Exchange. Там был отключен IPv6, система не обновлялась за последние там 3 или 3,5 года. И в результате вот такого беглого осмотра я пришел к выводу, что, наверное, проще переделать данный сервер, чем его чинить. Ну, поскольку количество критических замечаний такое, что можно потратить пару недель, пытаясь все это исправить, и не факт, что в результате получится решить все проблемы. Но при этом я же понимаю, что это кто-то делал. То есть вот такая комбинация кучи ошибок, это же результат чьей-то работы. И буквально в тот же день в группу Telegram нашу, где обсуждают всякие технические детали, зашел кто-то и спросил. У меня есть небольшая компания, порядка, наверное, 100 человек, которая уже использует почтовую систему, не помню, по-моему, то был Gmail, но не суть. Мы хотим смигрировать на Exchange, хотим развернуть кластер и, соответственно, на этот кластер все перетащить. И он спросил, сколько приблизительно времени займет такая работа. Ну и я так навскидку сказал, что где-то пару недель непосредственно на саму работу и потом пару недель перетащить данные пользователей, переключить пользователей с текущей почтовой системы на Exchange. Ну то есть суммарно где-то месяц, плюс-минус, без каких-либо деталей, вот так оно и будет. А в результате этого ответа пришло еще несколько человек, которые сказали, что на самом деле 4 недели там делать абсолютно нечего. Один сказал, что в принципе за 2 дня все можно сделать, второй пошел дальше, сказал, что за 1 день можно сделать. И, честно говоря, я не стал спорить, потому что смыслом в этом не было никакого, у меня так слегка, слегка подгорело. И как результат вот этого подгорания я решил записать данное видео. Итак, коллеги, давайте с вами по порядку разберемся, сколько же времени нужно на то, чтобы внедрить Exchange для небольшой компании, которая переезжает с одного почтового сервиса на Microsoft Exchange. На самом деле говорить какие-то сроки дело неблагодарное, особенно говорить сроки, которые не содержат никакого запаса по времени. Сроки короткие, потому что лично я никогда не уверен, что завтра или послезавтра работы можно будет начать. Какие могут быть ситуации, если мы говорим в контексте почтовой системы? Ну, самое простое, то, что может броситься в глаза, это уровень Active Directory. Если компания использует какую-нибудь древнюю AD, вы при всем желании Exchange 2019 на нее не поставите. И нужно будет, соответственно, стартовать другие работы, обновление контроллеров домена и так далее. Следующий момент. Обновление клиентов. Клиенты, опять же, должны быть обновлены, если вы не хотите себе кучу проблем. Ну, мало того, что клиенты должны быть поддерживаемы по версии, но при этом обновление это очень и очень важно. И если в компании, например, стоит там Outlook 2013, который не обновлялся никогда, то внедрять какой-нибудь Exchange 2019 это себе нажить кучу проблем. Поэтому нужно, опять же, разобраться, а у клиента инфраструктура готова для внедрения Exchange? И я сейчас не говорю про такие вещи, как, например, лицензии на софт, бог с ним, с самим Exchange'ем, а на сопутствующие вещи, такие как там антиспам, антивирус. Это вообще есть? Это вообще куплено? Идем дальше. Оборудование, где клиент планирует разворачивать. Это оборудование готово, а мы уверены, что оборудование подходит под Exchange сервер. То есть, возможно, ситуация, что вы пообещали, окей, начинаете работать, и через полчаса выясняется, что сервер, на котором они собрались ставить Exchange, не знаю, с одним SATA диском, 7200 и все. Ну и по скорости, и по объему, естественно, это не вариант для реализации. То есть, мы этого, естественно, на данном этапе не знаем. Какие-то другие вещи из серии. А есть ли у нас вообще доступ к DNS-зонам? Встречал ситуации, когда люди начинали работать, выяснялось, что доступ к DNS-зонам есть у Васи. Вася в отпуске, и все, мы приехали. Мы даже поменять записи, соответственно, не сможем. То есть, есть ли у клиента место? И вот эти все вещи, которые мы должны выяснить на самом первом этапе, они нам вообще скажут, а можем ли мы начинать? Потому что вполне возможно, что для реализации понадобится это пофиксить. А это еще неделя, две, три, а все это внедрение Exchange. То есть, человеку обещано было, что они будут сидеть на Exchange через 2-3 дня. Но только для того, чтобы начать, нам нужно будет еще две недели все это подготовить. Поэтому начало может очень легко отложиться на неделю, 2-3 месяц и так далее. Поскольку пока мы не уверены, пока мы не собрали информацию, ни о каких сроках говорить особо нельзя. Ну, по крайней мере, о таких, которые не подразумевают эти работы. Двигаемся далее. Мы не знаем, что хочет заказчик, когда говорим вот так о сроках каких-то потенциальных. То есть, Exchange окружает кучу дополнительных субпродуктов. Это и антиспам, и антивирус. Сразу возникает вопрос, а что мы будем использовать? А куплено ли это у заказчика? А то, что куплено у заказчика, подходит ли оно под Exchange? Бывало миллион раз такая ситуация, когда заказчик покупает Касперский какой-то, который решил, что он хорошо подойдет под Exchange, и выясняется в процессе реализации, что это не та версия, которая устанавливается на Exchange сервер. Тоже в легкости может быть. Соответственно, мы должны как минимум выяснить, что хочет заказчик. Какие системы антивируса и антиспама используются? Что он будет использовать как средство для бэкапа, резервное копирование? Опять же, из жизни миллион раз встречал ситуации, когда ты смотришь на Exchange, спрашиваешь, бэкапится? Бэкапится. Смотришь в параметрах базы данных. У базы данных усечения транзакционных логов не происходит. Начинаешь ковыряться, и выясняется, что продукт, который использовался для резервного копирования, он вообще не работает с Exchange. Делаешь тестовое восстановление базы данных, на выходе получаешь неработающую базу данных. Почему? Ну, потому что все делалось за два дня, видимо. И ситуации, когда люди начали мигрировать на Exchange, и в процессе у них ложилась система хранения, диски вылетали, а резервное копирование на тот момент еще не было реализовано, они тоже как бы не редкость. Поэтому выясняем по антивирусу, выясняем по бэкапу. А есть ли у заказчика какие-нибудь вещи типа DLP? Может быть, есть, и нам нужно будет Exchange интегрировать с DLP? И прежде чем внедрять, нужно, наверное, разобраться, как мы будем это интегрировать. Может быть, почта исходящая должна идти через эту систему, еще что-то. Здесь же могут всплыть какие-нибудь MDM-системы, с которыми придется Exchange сервер интегрировать. Когда мы говорим про кластера, возникает вопрос публикации, возникает вопрос балансировки. Вы уверены, что вы можете одним-двумя днями разобраться с вопросом балансировки Exchange сервера, особенно если там RADWARE, который требует специалистов? Или мы будем говорить, не, господа, вот я Exchange поставил, а дальше вы как-нибудь сами. Но это не внедрение Exchange сервера. А если там геораспределенный кластер им нужен, если они хотят на одной площадке одну ноду, на другую другую, это отдельное время, возникает вопрос с каналами, как они связаны между собой, будут все это проверить и так далее. То есть, как минимум, это нужно будет спланировать. Если не писать какой-то документ, то хотя бы накидать основные вещи, как будет идти реализация. К чему я это все говорю? К тому, что за день, два, три вы не то, что Exchange внедрите, вы будете банально выяснять, что нужно заказчику и как будет выглядеть реализация. И если все будет идеально, возможно, там, к концу первой недели вы сможете что-нибудь начать. А если что-то пойдет не так, то, естественно, понадобится время, как минимум, на то, чтобы подготовить систему. Теперь им перейдем к вопросу реализации. То, что обычно люди хотят сделать за день или два. Ну, наверное, когда называются сроки день, два, три, те люди, которые эти сроки называют, они вообще не подразумевают какую-то подготовку. То есть, в их понимании реализации Exchange Server, это мы скачали дистрибутив, next, next, finish и поехали устанавливать. С соответствующим результатом, как правило, на выходе. Так вот, то, что касается реализации. Начинаем с банальных вещей типа виртуальных машин и подготовки. Эти виртуальные машины, их нужно сделать, их нужно обновить. Если вам дали готовые виртуальные машины, то вам нужно как минимум проверить, как они сделаны. Подходят ли они для развертывания Exchange Server. А то будет какая-нибудь ситуация, что там синхронизация времени с хостом и так далее. И там вы все сделаете, уйдете, через неделю начнутся чудеса. И я опять же сейчас не говорю про какие-то вещи типа CPU, диски и прочее. То, что должно быть правильно сделано, правильно подобрано и так далее. Дальше идет установка пререквизитов. Пререквизиты нужно поставить, выставить их не одновременно. Выставить их, как правило, в определенном порядке. С нужными перезагрузками и так далее. И если вы готовите несколько хостов, например, одна нода, вторая нода, свидетель, к примеру. То на день у вас может уйти только подготовка виртуальных машин и вот этой внутрянки под Exchange Server. А Exchange Server их еще нужно поставить. Мало того, что вы там next-next прокликали. Потом их нужно сконфигурировать. А это сертификат. А если сертификат мы покупаем у коммерческой конторы? Это тоже время. Это тоже занимает. Развернули Exchange. Нужно проверить, что он работает. Нужно подключить все сопутствующие системы. Антиспамы, антивирусы. Проверить, что резервное копирование работает. Перенес доз настроек. Особенно если компания использовала что-то другое. Вам нужно какие-то настройки с другой почтовой системы перенести. Как минимум антиспам. Тоже вполне может быть, что у них там есть уже blacklist, whitelist и все остальное. Все, а вы Exchange настроили. Но вы же не можете мигрировать на Exchange Server, который не в режиме сосуществования с другой почтовой системой. То есть нужно это сосуществование настроить, как минимум внести, настроить транспорт, обеспечить хождение почты или поменять какие-то записи, если у вас изменяются точки выхода электронной почты. Дальше нужно разобраться, как именно будет осуществляться перенос данных. То есть чем вы будете забирать содержимое почтовых ящиков с другой системы. И опять же, если мы говорим про DAC, то кластер еще настроить нужно, кластер нужно проверить, что он работает, что отказоустойчивость срабатывает. То есть за какие два дня вот это все можно сделать. Ну то есть я, конечно, допускаю, что это можно сделать в контексте я не ем, не сплю, сижу за компьютером и непрерывно кликаю. И при этом никакие сложности не возникли. Но, как показывает опыт, для того, чтобы выполнить качественно какую-то работу, особенно в контексте настройки систем, вам нужно делать ее вдумчиво. То есть вы сделали один компонент, проверили, переходите к следующему и так далее, и так далее. А вот эта вдумчивость, она не подразумевает какой бы то ни было спешки. Ну и опять же, если что-то пошло не так, вы ставите приквизит, получили ошибку. Все, вам нужно ставить на паузу, разбираться с этой проблемой и двигаться дальше. А как вы знаете, проблемы можно решать и довольно долго. Несколько дней можно потратить на решение какой-то одной проблемы. Тем более вы же будете ставить exchange не в новой среде. Кто там до вас, как в артивдиректоре копался, вы не знаете. Какие были до этого exchange серверы, вы не знаете. И что там всплывет в процессе, опять же, говорить, угадывать весьма и весьма сложно. И только потом вы перейдете к переносу данных, начнете делить пользователей на группы, начинаете согласовывать, как мы этих людей будем оповещать. Начнете договариваться с поддержкой, как она будет решать обращение пользователей в случае, если что-то пошло не так или если там потребуется ручное участие. Вам нужно засинкать содержимое почтовых ящиков, вам нужно контролировать этот перенос. Это время. И опять же, вы не можете брать любых пользователей и переносить в любой момент времени. Вам нужно это как-то с этими пользователями согласовывать. А если при этом канал говно и у вас долго идет синхронизация. А если он был нормальным, вы начали синхронизировать, а он просел. А если люди начали на скорость зажаловаться и вам нужно уменьшать, скажем так, интенсивность синхронизации скачивания почты. А начнете переключать, пользователи скажут, где мои письма. Это все время, это все время, чтобы разобраться. Скажут приложение, ваше говно, Outlook, у нас был прекрасный Gmail, где наши старые кнопки и так далее, и так далее. Опять же, скажут у нас отчет бухгалтерский, тормози, ждем еще неделю. То есть вот это все в реальной жизни, это время и это недели. Ни о каких там двух, трех, четырех днях в продакшн-среде нельзя говорить абсолютно. Что я хотел этим сказать? Во-первых, не путайте такие понятия, как установка продукта в чистой лабораторной, я бы сказал, среде и внедрение. Установка продукта, это когда вы открыли лабораторный стенд, next, 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 finish, на выходе получили сообщение о том, что ваш продукт успешно установлен. Внедрение всегда является комплексным. То есть заказчику нужно, не чтобы у вас экченч показал, окей, я установлен. Заказчику нужно, чтобы он получил конкретный результат, конкретный сервис и получил его ровно так, как он хочет. В теми компонентами, с тем уровнем производительности, надежности и так далее. И вот этот процесс получения, он должен для заказчика содержать минимум стресса. То есть в идеале, если мы говорим про две почтовые системы, люди работали с одной почтовой системой, через месяц все работают с другой почтовой системой. И практически никто не заметил каких-либо изменений. Вот это называется внедрение. И оно не может быть осуществлено ни за день, ни за два, ни за три. Как минимум потому, что вы делаете ваше решение под конкретного заказчика, который сам толком не всегда сходу знает, что именно он хочет. И делаете его в организации, которая работает, в которой уже работали до вас, где есть реальные данные. И где можно сделать простой, в легкую, если вы изначально неправильно запланировали свои действия. Это первый момент. Второй момент. Гоните из себя говноляпов. Их, к сожалению, в мире дефицита нет. Боритесь за качество своей мануфактуры. И делайте ровно столько, сколько нужно, чтобы результат был действительно качественным. Вот, собственно, что я и хотел сказать. Ну а те, кому нужны специалисты, которые знают, как делать качественно, в Москве или в Российской Федерации, для вас телефон в правой нижней части угла. Коллеги, я всем желаю здоровья, удачи и увидимся в следующих видео.